Первая половина 20 века. Северная Америка, штат Вайоминг, елустонский национальный заповедник. Из палатки выходит мужчина средних лет и цепенеет от ужаса. Перед его худенькой и изящной супругой стоит гигантский медведь-гризли. Хищник заносит свою когтистую лапу и кладет ее на плечо девушки. А та, не выказав ни малейшего испуга, угощает зверя припасенными сладостями. Может, медведь был просто сыт или привык к людям, а может, почувствовал стоящей перед ним хрупкой и прекрасной девушке такую внутреннюю силу и мощь, какой может обладать лишь русский человек. Этой девушкой была наша всемирно известная соотечественница, великая русская балерина Анна Павлова. С вами я, Петр Власов, и очередной выпуск истории соотечественников. Но случай с медведем далеко не единственный, когда знаменитая балерина имела дело с опасным хищником. Чего стоит только один ее танцевальный номер со змеей. Надо сказать, Павлова вообще любила животных. Держала собак, кошек. Но все же главным символом, отражением, тотемом великой балерины стал «белоснежный лебедь». Хотя сама Аня на заре карьеры была скорее гадким утенком. В училище болезненную, сутулую девочку принимают с трудом. Все решает вердикт Мариуса Петипа, который после просмотра вступительного танца Павловой произносит «пушинка, легкость, ветер». В то время как сокурсницы Павловой из-за осанки дают ей прозвище «швабра». Но опытные педагоги, упорство ученицы и само искусство танца делают свое дело. И гадкий утенок очень быстро превращается в прекрасного лебедя. Сразу после выпуска в 1899 году Павлова становится артисткой императорского, а позже Мариинского театра. Она получает сольные партии в спящей красавице, эсмеральде, жизеле. Но окончательно прекрасный лебедь оперяется и расправляет свои крылья в полную силу в 1908 году, когда Анна Павлова впервые исполняет свою хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь». Ее для своей подруги и партнерши ставит Михаил Фокин. Хотя ставит это, пожалуй, громко сказано, так как танец рождается легко. Всего лишь несколько минут полнейшей импровизации на музыку Камиля Сенсанса. Но с Павловой по-другому и быть не может. Будучи сильной, именно в импровизации она танцует, как чувствует, как дышит и даже не репетирует перед зеркалом, считая это ненужным запоминанием, убивающим искренность артиста на сцене. И даже своего лебедя она не копирует с реальных птиц, а летает по сцене, как будто сама и есть птица. Ее лебедь был мистическим существом. Грациозные движения воображаемых крыльев давали представление обестелесности. Это была не смерть, а освобождение души. Муж Анны Павловой Виктор Дандре. Отношения с супругом у Павловой складывались по-разному, но что бы ни происходило, Анна неизменно была ему верна. Интрижки и романы на стороне ее не привлекали. Именно эта лебединая верность и станет причиной отъезда из России и приостановки участия Павловой в русских сезонах Сергея Дягилева. Чтобы выплатить долги мужа и спасти его от тюрьмы, балерина подписывает кабальный контракт, по условиям которого за 10 лет с 1911 по 1921 годы она объедет более 20 стран мира, выступая на открытых сценах под дождем, на аренах цирка, в варьете, в мексиканских школах, индийских деревушках. Но такая кочевая жизнь и зачастую спартанские условия во время гастролей Павлову не смущают. Она с удовольствием знакомится с культурой разных народов, используя их национальные мотивы в своих танцах. И вроде бы всем хороша и интересна зарубежная экзотика, вот только родную русскую кухню никакие заморские яства Павловой заменить не могут. Черный хлеб, гречневая каша, грибы, битки, осетрина, котлеты, компот. Для этой кулинарной связи с балерина возит с собой личного повара. И куда бы гастроли не забросили Павлову, будь то Австралия или Куба, она всегда празднует Пасху с неизменными куличами. Интересно, что любовь к русской балерине иностранцы выражают порой также через призму гастрономических пристрастий. В Австралии и Новой Зеландии, например, появляется десерт Павлова. В Нью-Йорке блюдо из лягушачьих лапок также носит ее имя, но на этом мир не останавливается, и появляются пароход, тюльпаны, сигареты, шляпки и многое другое, носящее фамилию великой русской балерины. Сама же Павлова к такому коммерческому подходу относится скорее негативно. А если и пытается выручить средства благодаря своей популярности, то исключительно на благотворительные цели. Она помогает детским домам. Однажды собственноручно подписывает и рассылает почти 8 тысяч писем американским миллионерам с просьбой помочь детям, жертвам Первой мировой войны. Ответил лишь один, выделив средства для одного ребенка. Да и сама Павлова жалеет, что тратила в свое время деньги на дорогую одежду, а не на детей-сирот. Но все же в отношении одного предмета своего гардероба валерина отдает особое распоряжение. Прямо перед смертью. Приготовьте мой костюм лебедя. Закончился первый номер концерта английского балетного общества. Зрители ждут второй, но вдруг свет гаснет. И в абсолютной темноте под музыку мрак сцены пронзает луч прожектора. Белоснежный, как лебедь, круг света начинает двигаться по сцене, в точности повторяя рисунок бессмертной танцевальной миниатюры Анны Павловой. Мир, то есть зал, бесшумно встает и не садится до последних аккордов, после которых еще долго рукоплещет нашей великой соотечественницы, гениальной балерине Анне Павловой. С вами был Петр Власов и истории соотечественников. Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok